Дорогие друзья, я приветствую всех болельщиков футбола и тех, кто поддерживает нашу команду Скоростов-на-Дону. Я хочу поделиться новостями и рассказать о переменах, которые ждут наш клуб в самом ближайшем будущем. Прежде всего, я хочу сказать о том, что за время работы с клубом я ни разу не пожалел о своем решении участвовать в его судьбе. Мы пришли с большим энтузиазмом, искренностью, верой в людей и переложили максимум усилий для того, чтобы Скоростов-на-Дону жил, продолжал играть и развиваться. Я не могу назвать себя наивным человеком, я знал, что нас ждут трудности, но лучше попробовать, чем бездействовать и сожалеть об этом всю жизнь. Мы пришли в сложное время, по объективным причинам финансовая помощь, на которую мы рассчитывали, не была нами получена. Нашим планом, как и планом многих других, помешал коронавирус. Многие, особенно региональные компании и бизнесы, столкнулись с финансовыми сложностями, сокращениями персонала, а то и вовсе закрылись. Когда нужно было спасать жизни людей и свое дело, многим стало не до футбола. Нам стоило больших трудов, чтобы Скоростов-на-Дону не разделил эту печальную шитьбу. За время пандемии мы не сократили ни одного сотрудника клуба. Команда продолжала играть. Мы долго искали возможность иметь собственный стадион и инфраструктуру. Ведь у Скоростов в советское время она была. Но старый стадион разрушили, и на его месте появился новый, который клубу уже не принадлежал. Стройка своего – это миллиарды рублей. Поэтому аренда стала нашей единственной возможностью выхода. Мы рассчитывали на помощь родного города, но субсидия покрывала только десятую часть расходов нашего клуба. Остальное вносили мы, я и мои единомышленники, в течение нескольких лет из собственных средств. Мы продолжали идти вперед и, несмотря ни на что, ставили перед собой самые высокие цели. Мы стремились быть первыми, но стали вторыми в ФНЛ-2 в сезоне 21-22. И это стало нашей общей победой, результатом сплочения команды с большим желанием побеждать. С самого начала я слышу много критических комментариев и советов, как правильно управлять клубом, какие решения принимать. Большая часть – это бесконечные пустые дискуссии, которые демотивируют тех, кто приходит в некоммерческий футбол. А в футбол 2-го дивизиона приходят болельщики, энтузиасты и единомышленники. За последние пару лет прекратили свое существование сразу несколько команд. В 22-м году расформирован Анджи. На сезон 22-23 не заявился ФК ТОП СЭЛ. У ФК Сентуки была отозвана лицензия в начале 2004 года, приостановил деятельность ФК «Химик Август» из Чувашии. Все это команды 2-го дивизиона, которых, к огромному сожалению, больше не существует. Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки, партнерства и спонсорства за последние нескольких лет стало гораздо меньше. В связи с футбольной реформой задача остаться во 2-м дивизионе стала и для нашего СК неподъемной. Мы постоянно искали возможности, было вложено много личных средств, сил, эмоций, компетенций, но сегодня система выстроена так, что самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже просто невозможно. Мы приняли непростое, на наш взгляд, достойное решение перейти в медиафутбол, потому что главное для нас, чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история. В новом сезоне СК Ростоп на Дону станет участником Винлайн Медиа Лиги, которая стартует этой весной. Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент, а вот попробовать себя в новом формате – это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых. Я знаю, что будет много охов и ахов, мол, как так, кто разрешил, как он посмел. Понимаю, это риск. Но сейчас новое время и новые форматы. Сегодня медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол – это не просто спорт. СКА – это не дивизион и не лига. СКА – вне времени и вне форматов. СКА – это уважение старшего поколения игроков и болельщиков. Это радость встречи на секторе юных фанатов, объединенных через поколения в любви к нашему клубу. СКА – это большая и очень важная часть моей жизни. И я хочу поблагодарить всех болельщиков и сторонников, которые нас поддерживают и болеют вместе с нами. Встретимся на секторе.